Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня выпуски. Оперативно ликвидирован лесной пожар. В микрорайоне Октябрьский начался ремонт улицы Рогозина. Театр-студия внутри им приглашает на премьеру. Саянцы рассуждают о смысле жизни. Хотя еще не сошел снежный покров, в регионе зарегистрирован лесной пожар, который, к счастью, удалось оперативно ликвидировать. Основными причинами зарегистрированных возгораний по-прежнему остается несторожное обращение с огнем. Анализ, проведенный спасателями, показывает, что виновниками большинства из них являются сами горожане. По данным сотрудников МЧС, в 2023 году в Саяно-Земинском регионе стало меньше возникать чрезвычайных ситуаций, а также сократилось количество пожаров. С 1 января 2023 года на территории Саяно-Земинского региона зарегистрированы пожары. Я пройду по муниципальным образованиям, расскажу. Это на территории города Саянска 5 пожаров, зима 26 пожаров и Земинское районное муниципальное образование, это 11 пожаров. То есть, если проводить анализ по сравнению с прошлым годом, это идет снижение. Потому что постоянно проводятся профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение пожаров и недопущение гибели и травмирования людей на них. Огнеборцы уверены, что 90% сгораний вполне можно было избежать, поскольку их первопричина является беспечность и неосторожное обращение с огнем. С приходом тепла на территории региона уже произошел один лесной пожар, который был вовремя локализован. Произошел пожар, горели надворные постройки, баня, то есть причина пожара это неосторожное обращение с огнем. И также еще не наступил особый противопожарный режим, был зарегистрирован на территории Земинского районного муниципального образования, это лесной пожар. Спасатели МЧС совместно с представителями муниципалитетов постоянно проводят лесопожарную профилактику, направленную на предупреждение возникновения возгораний, пожаров и на создание условий для их быстрого тушения. Работы по вырубке деревьев в лесной зоне микроюна Октябрьский вызвали тревогу у горожан. Мероприятия проводятся в связи с началом капитального ремонта улицы Рогозина. Проекты по благоустройству позволяют сделать город красивее и комфортнее, уютные парки и ровные дороги радуют людей. А вот известия о проведении каких-либо вырубок будоражат горожан Саянцы немедленно готовы вступиться в защиту лесного фонда. В микроюне Октябрьский ведутся работы по вырубке просеки. По изначальной информации подрядчик, приступит к капитальному ремонту улицы Рогозина, на нулевом пике должен организовать площадку для размещения материала. Пускай лес стоит. Да, с детям. Потому что мы и так без леса останемся. Я против вырубки. Категорически. Тут и так все уже повырубали. Но не разобравшись, не стоит и панику наводить, считают жальцы дома номер 14, которые дождались наконец строительства столь необходимой дороги. Для ее прокладки и подготавливается просека. В текущем году будет выполнено игровенное покрытие новой дорожной трассы. Завершение капремонта запланировано в следующем году. Кстати, в текущем же году будет реализован проект по благоустройству бульвара Рогозина, микроюн Октябрьского. Победа проекта в рамках рейтингов голосования о благоустройстве общественных территорий позволяет сделать пространство современным и красивым. Появится здесь фонтан, зона отдыха и зона игровая. В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Площадку посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это новый проект Министерства труда и социальной защиты. Он впервые проводится во всех регионах страны одновременно. Площадку в Иркутске посетил губернатор Игорь Кобзев. Открывая работу ярмарки, глава региона отметил, что в Приангарии фиксируется рост спроса на квалифицированных рабочих и инженеров. У нас сегодня 180 инвестиционных проектов. Суммы там колоссальные. Сегодня все просят, все организации, которые работают здесь, авиазавод просит 5000, пожалуйста, приходите, работайте, зарплата от 100 тысяч рублей. Понятно, что там все зависит от квалификации. Но в целом такой вариант этот возможен. У нас приходят те, кто занимается добывающей продукцией, природных ископаемых. И там тоже очень много сегодня вариантов для того, чтобы привлечь жителей Иркутской области. Это с точки зрения для них экономно, а для нас это возможность сегодня оставаться здесь, в Иркутской области. Я думаю, что это цель третьей акции. Все-таки каждый должен найти свою работу по душе, а для нас, чтобы он остался в Иркутской области. Участие в ярмарке приняли 150 ведущих предприятий региона, представивших 5000 вакансий. Отдельное внимание на ярмарке губернатор уделил вопросу трудоустройства школьников, студентов и выпускников средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений. Для них подготовлена программа профориентационных мероприятий. Это квесты, мастер-классы, встречи со студентами и педагогами. В завершении визита Игорь Кобзев поручил профильному ведомству продлить работу площадки в онлайн-формате в течение следующей недели, доложить об итогах ярмарки и приступить к организации ее второго этапа общероссийского. Участковые уполномоченные Саянского отдела полиции подвели итоги работы в текущем году. Главной целью работы участковых уполномоченных Саянского отдела полиции является взаимодействие представителей власти и жителей подведомственных и микрорайонов. Регулярно сотрудники полиции проводят беседы с Саянцами, посещают горожан по месту жительства, проводят отчеты и встречи с трудовыми коллективами. Все преступления, происшествия, заявления, конечно, попадающие к участковому, в первую очередь обрабатываются им. Все происшествия, которые связаны, происходят на их административных участках, заявления граждан. По ним участковый проводит проверку и по данному факту мы уже либо это выносит штраф, если это административное правонарушение. То есть также выявляют и преступления на административных участках. Занимаются всеми категориями граждан профилактической работы, начиная от лиц ранее судимых, также неблагополучные семьи, несовершеннолетние, состоящие на учете, лица, злоупотребляющие алкогольными спиртными напитками, семейные дебоширы. То есть это все охватывает службу участковых уполномоченных полиции. На особом контроле правоохранителей находятся лица, которые ранее уже имели проблемы с законом и состоят на учете Федеральной службы исполнения наказаний. Особое внимание в своей профилактической работе участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН, конечно же, уделяют лицам, состоящим на учете, как условно осужденная, скажем так, категория. То есть профилактика с лицами, которые ранее совершили преступление, но наказание у них не связано с мерами лишения свободы. Полицейские регулярно выявляют правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, алкогольной продукции, также проверяют неблагополучные семьи и владельцев оружия. Вместе с тем, отмечают сразу же правопорядка, необходимо усилить работу по профилактике мошенничества и бытовых преступлений. По доброй традиции в День национального донора чествуются люди, сдавшие кровь 40 и более раз. Им вручается знак «Почетный донор России». Небольшенький подарок от нас в честь праздника. Поздравляем, желаем успехов и здоровья. Они здесь уже как свои. Более 40 лет является донором крови Галина Кулешова. Всегда готова прийти на помощь, говорит Галина Анатольевна, ведь сдавая кровь, я спасаю чью-то жизнь. Многим помогало, когда нужно было переливание крови в стационаре. Они вызывали меня ночью, приезжала я, помогала людям. Ну и как бы считаю своим долгом. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. В эту дату исполняется 190 лет первому переливанию крови в России. Надо сдавать кровь и обязательно помогать людям. Помогать людям. Ну и для себя как бы. С праздником всех. Когда начались ковидные времена, по нашей практике, по нашим наблюдениям, количество доноров стало увеличиваться. Казалось бы, тяжелые времена были. Кругом санкции эти все, ограничения. Но поток доноров постепенно нарастал, нарастал. И сейчас идет тенденция к увеличению количества доноров. Идут доноры со всеми группами крови. Возраст молодой – это от 25 и до 50. В этом промежутке основная масса, количество доноров. Возросло число доноров и в связи со специальной военной операцией. Люди стремятся оказать посильную помощь и поддержать российских солдат. Первое, что движет людьми – это помочь людям, чтобы кровь кому-то пригодилась. На втором месте, кто работает, справки, освобождение от работы. Ну и на третьем месте – деньги. То есть на первом месте – это помочь людям. Кому-то что-то, где-то кровь пригодится. В центральной библиотеке представлены уникальные сборники книг, отданных дар прежним и нынешним мэром Мессоянска, Михаилом Щегловым и Олегом Боровским. Сейчас в нашей библиотеке появилась такая возможность, чтобы выставить такие две уникальных коллекции. Это коллекция семьи Щегловых и коллекцию семьи Боровской. Это наши мэры. Выставка-презентация дарственных коллекций из личных библиотек соянских мэров – это значимое издание, собранное несколькими поколениями известных семей. Так, библиотека всемирной литературы, переданная в дар Олегом Боровским, представляет сборник классики русских и зарубежных писателей. У Михаила Николаевича мама была заведующей книготоргом. И поэтому эта библиотека нам попала уже как от специалиста, который в те 80-е годы комплектовал свою личную библиотеку. Посмотрите, здесь очень много собраний и сочинений, здесь очень много уникальных изданий. Вот там трехтомник Пушкина 1937 года. Представленные книги с автографами Марка Сергеева и Виктора Остафьева. Если у нас есть автографы Евтушенко, который у нас был, есть автографы Валентина Распутина, то Остафьева у нас только вот с этой библиотеки. Коллекция, расположенная в модуле «Тихого чтения», послужит еще не одному поколению саянцев, уверены библиотекаре. Приглашаем к знакомству с ней всех желающих. Профсоюзный комитет акционерного общества «Саянский химпласт» накануне Дня Победы проводит акцию «Дети читают стихи о войне». Для участия в конкурсе необходимо выложить видео в социальных сетях. Профсоюзный комитет предприятия совместно с пресс-службой акционерного общества «Саянский химпласт» накануне Дня Победы проводит акцию «Дети читают стихи о войне». К участию в акции приглашают детей всех работников химического комбината. Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказы откровенных, ведь терять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить видео того, как ваш ребенок читает любое стихотворение о войне в социальных сетях. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. Просьба ко всем участникам отметить корпоративное сообщество предприятий хэштег «Саянсхимпласдети9мая» в описании. Праздник фантазии и мастерства состоялся в Доме детского творчества «Созвездие». Лучшие работы участников выставки «Подснежник» были отмечены грамотами. «Вдохновляйтесь и вдохновляйте! Любуйтесь искусством!» Открытый муниципальный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Подснежник-2023» прошел в Саянске. Завершилось мероприятие выставкой лучших работ его участников и награждением. Юных рукодельников приветствовала директор Дома детского творчества «Созвездие» Ирина Федяева. «И ребята, все, которые принимают участие в нашем конкурсе-выставке, и их педагоги – замечательные творцы, виновники сегодняшнего творчества. Я искренне рада видеть всех победителей и призеров в сегодняшнем зале. Я благодарю ваших педагогов, желаю вам творчества, успехов и новых достижений». Конкурс не просто так называется «Подснежник». Уже много лет он ежегодно проводится в день этого весеннего первоцвета. Неспроста на многих работах изображены темно-синие лепестки с пухлыми желтыми тычинками. «Подснежник» является символом этого традиционного мероприятия весны, надежды и чистоты. В поделках отображено пробуждение природы. Все они как будто излучают радость преображения. «Это весенняя поделка, ассоциируется с весной. Мне очень нравится время года, весна, и поэтому у меня еще день рождения весной, и поэтому я еще сделала поделку посвященной весне». В этом году на конкурс была представлена 151 работа в номинациях «Аллея подснежников», изделия из природных материалов, бумажное творчество, живая бусинка, чудо-нить, радуга цвета и изделия из сбросового материала. Грамот за первое, второе и третье места были удостоены 135 работ. Выставка поделок, устроенная в Доме детского творчества «Созвездие», будет работать в течение недели. Все желающие могут посетить ее. В первый день светлой пасхальной недели открылась выставка «Пасхальный подарок». На конкурс представлено 557 детских работ. Призовыми местами отмечены 146 из них. В первый день светлой пасхальной недели открылась выставка «Пасхальный подарок». Организатором является отдел религиозного образования и катехизации в Саянской епархии. На открытии участников выставки приветствовал священник Благовещенского храма Владимир Данилко. В этом году на конкурс представлено 557 детских работ, которые с любовью изготовили ребята из разных образовательных учреждений Саянска. Активными участниками конкурса являются воспитанники социальных учреждений. Удивительные по красоте поделки проникнуты теплом детских сердец и творческим вдохновением. Сначала Христа распяли на кресте, потом Он умер, Его, так скажем, заточили в скалу. Он воскрес, и для людей это стала радость, что Он подарил нам жизнь, свет и, так скажем, яркие краски. Я люблю Пасху, потому что я люблю и уважаю Бога, и потому что я люблю еще биться яйцами. Дошкалятые школьники подготовили на торжественное открытие выставки небольшой концерт. Воспитанники детского сада «Росинка», словно маленькие юные березки, в своих изумрудных сарафанчиках читали стихи и пели песни, славя главный православный праздник. Так же, как всегда, порадовали своим выступлением зрители ученики четвертой школы. Ангел мой хранитель, я тебя увижу, ты видо мне с улыбкой, подойди поближе. Ангел мой хранитель, все руку держи, все, о чем спрошу я, ты мне расскажи. Благодарственные письма и сладкие подарки вручили тем, кто помогал в организации этой великолепной выставки. По итогам конкурса призовыми местами отмечены 146 работ. Награждение победителей и призеров произойдет в Лаговещенском храме Саянска 23 апреля после Божественной Литургии. Театр-студия внутри Дворца культуры «Юность» приглашает зрителей на свою новую постановку под названием «Чашка чая с лимоном», которая состоится 29 апреля. Театр-студия внутри Дворца культуры «Юность» под управлением режиссера Сергея Анчутина интересный ищущий творческий коллектив со своим неповторимым репертуаром. В сложном жанре сценического искусства режиссер продолжает и развивает лучшие традиции русской театральной школы. Внутри он объединил в свои ряды людей разного возраста, увлеченных театром, влюбленных в сцену и театральное искусство. В ближайшее время коллектив представит свою новую постановку «Чашка чая с лимоном» по книге норвежской писательницы Ингер Хагеруп. «Чашка чая с лимоном» 29 апреля будет уже спектакль. И мы сейчас готовимся к этой премьере. Кстати, вас приглашаем тоже на эту премьеру. По сценарию, преуспевающий писатель Арвид Винге из-за своей слабости к женщинам нередко попадает в затруднительное положение. И всякий раз ему на помощь приходит его жена Эльна, весьма ловкая, избавляющая Арвида от неприятностей. 29 апреля в 18 часов в Центре народного творчества состоится премьера спектакля. Тех, кто не сможет увидеть постановку в этот день, приглашают на сеанс 4 мая в 19 часов. Международный день памятников отмечали 18 апреля. Проблемы охраны памятников и исторических мест рассуждают саянские школьники. 18 апреля считается Международным днем исторических мест. А памятники культуры, уверены ученики 7-й саянской школы, сохраняют следы исторических событий. В настоящее время скульптуры, мемориалы устанавливаются в общественных местах и напоминают нам о событиях, которые приобрели всеобщую известность. Памятники улучшают культуру города, сохраняют память о событиях исторических, становятся визитной карточкой города и воспитывают и развивают чувство патриотизма. У нас в городе знаменательные памятники. Мне особенно ценен памятник доктору возле детской поликлиники и памятник доктору Вере в заезде в городскую больницу. У меня есть идея. Памятник учителю в год учителя и наставника во дворе нашей школы. Двор у нас большой. И вот представьте, по центру перед входом стоит памятник учителя и детей, дарящие цветы педагогу. Помимо привычных всем статуй известных исторических личностей, можно увидеть скульптуры героям любимых русских сказок и мультфильмов. Сегодня в каждом городе есть свои памятные аллеи и достопримечательности, которые являются визитной карточкой мегаполиса. Я бы хотела, чтобы в нашем городе была скульптура счастья. Это семья, родители и дети. Только не из дерева, а из металла. И тогда, 8 июля, сюда приходили бы семьи, поддержали бы за руку ребенка, те, кто в семье ждет детей. Одинокие взяли бы, прикоснулись к фигуре счастливых мам, мамы и папы и нашли бы свою половинку. Все, кому нужно счастье, приходили бы сюда. Сегодня в городе немало красивых мест и достопримечательностей. Многие из них находятся на центральной улице и вызывают у гостей и самих саянцев исключительно положительные эмоции. 22 апреля самый молодой город Иркутской области отпразднует свой 53-й день рождения. Строительство города началось в 1970 году, когда отмечалось 100-летие Владимира Ильича Ленина. Пусть наш город будет вечно молодым, цветущим и красивым. Саянск встречает свою 53-ю годовщину, будучи современным городом с историческими и культурными традициями. В нем реализуются планы экономического развития, воплощаются социальные программы и проекты. Основан самый молодой город Иркутской области 22 апреля 1970 года в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Владимира Ленина. В этот день началось строительство первого панельного дома, в плиту которого была вложена капсула с письмом потомкам. Саянск, ну он такой красивый, чистый, уютный. Конечно, нравится мне Саянск. Поздравляю всех жителей города Саянска. Красивый город. Благодарно Боровскому, чтобы он еще руководил побольше, строил парк, достроил, может быть, еще колесо обозрения бы нам построил. Было бы вообще замечательно. И горки хорошие у нас. Процветания. Успехов, здоровья всем. Пусть наш город цветет. В облике Саянска появляется все больше хороших перемен. Строятся жилые дома, приводятся в порядок дороги, преображаются городские дворы, благоустраиваются парки и скверы. Главное же богатство Саянска и его жители – талантливые работящие люди, которые трудятся на благо и процветание любимого города. День поисков смысла жизни отмечается ежегодно 20 апреля. В чем его видят саянцы, мы спросили у горожан. День поисков смысла, который отмечается сегодня, призывает задуматься над скоротечностью времени и человеческом наследии. Тема даты содержит в себе вопрос поколений, которые так и не нашли универсальный ответ. Он продолжает мучить и будоражить умы ученых мужей, философов, поэтов и писателей. Над смыслом жизни задумывался еще древнегреческий философ Сократ. Аристотеля и Эпикура тоже волновала эта тема. Уильям Джеймс, американский психолог, считал, что смысл стоит создавать, а не искать. Такая постановка вопроса не раз становилась темой жарких диспутов и спокойных размышлений. У религии есть свои подходы и теории по поводу смысла жизни и его поисков. Причем иногда они противоречат друг другу. А в чем смысл жизни, по мнению саянцев? Об этом мы спросили у горожан. Скажите, пожалуйста, в чем по-вашему смысл жизни? В детях. У каждого разный. Семья, дети, благополучие, здоровье. Страна, в которой мы живем. У каждого свой смысл жизни. У меня в детях. Сейчас у меня один ребеночек остался. Доченька ушла из жизни в 6 лет. Поэтому для меня теперь второй ребенок смысл жизни. Ну, в детях. В счастье, в любви. Вдохновение какое-то есть. Счастье, когда спокойно на земле. Спокойно, да. На земле, когда мир на земле. Да. Вот это вот счастье, я считаю. Чтобы жить спокойно уже, да. Не думать, что там куда-то что-то надо. Переживать за детей. В юности мы мечтаем многого достичь в своей жизни. Однако со временем понимаем, что круто – это, когда твои близкие, дорогие люди здоровы и счастливы. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну, а я же прощаюсь с вами с пожеланием доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. Самое главное – будьте счастливы.